Привет, друзья! Сегодня я обратилась к кулинарной классике и готовлю говядину по-бургундски, или просто бёв-бургиньон. Это блюдо, по сложившейся традиции, я готовлю на новогодних каникулах уже много лет подряд, ведь нежная говядина в густом и ароматном соусе прекрасно согревает зимним вечером. Итак, я нарезаю знакомые вам овощи – чеснок, лук, морковь и сельдерей. Резать можно крупно, так как блюдо будет долго томиться, и овощи в любом случае станут мягкими. Теперь мясные ингредиенты – бекон и говядина. Я сегодня буду использовать тазобедренную часть. Вообще, веб-бургиньон изначально блюдо крестьянское, и точного рецепта, как водится в таких случаях, не имеет. Но есть предположение, что длительное томление в винном соусе было необходимо именно для того, чтобы размягчить жесткое мясо, так что вы можете использовать в рецепте совершенно любую непремиальную часть туши. С мяса я срезаю лишний жир и пленки, и нарезаю его на довольно крупные куски размером примерно 3 на 3 сантиметра. На данном этапе все просто – мне нужно вытопить жир из бекона. Когда кусочки стали золотыми, я откидываю бекон на бумажное полотенце. А теперь обжариваю в жире от бекона куски говядины. Мясо не надо перемешивать сразу, нужно дать кусочкам схватиться со всех сторон. И вот теперь, когда кусочки стали румяными снаружи, я выкладываю мясо к бекону. И на остатках жира и мясного сока обжариваю овощи. Овощи я также готовлю на сильном огне, но постоянно помешиваю, пока не увижу коричневатые кусочки. Теперь я возвращаю к овощам мясо и бекон. Все перемешиваю. Добавляю соль и черный свежемолотый перец. Все снова перемешиваю. Всыпаю 2 столовые ложки муки и снова нам нужно все перемешать. Итак, основа рагу готова. Осталось добавить последние штрихи. Кстати, духовка уже разогревается до 160 градусов. А я кладу в блюдо столовую ложку томатной пасты, чайную ложку сухого тимьяна и лавровый лист. Вливаю красное сухое вино. Важный момент. Если у меня есть готовый говяжий бульон, то я вливаю сначала его, деглассирую все соки, прогреваю содержимое, а уже потом добавляю вино. Но если бульона нет, я не заменяю его водой и добавляю только вино. Получается вкусно и ароматно и в первом, и во втором случаях. Ставлю говядину в духовку на полтора-два часа. Если мясо изначально жесткое, ставьте сразу на три. Если вам нравится это видео, поставьте лайк, чтобы его сохранить. И подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Минут за 15 до готовности я нарежу шампиньоны на 4 части. У меня как раз осталось пол лотка грибов, и этого будет достаточно. Разогрею на сковородке немного оливкового масла. И обжарю грибы до румяности. Приблизительно этот процесс займет минут 5. А теперь я добавлю шампиньоны в рагу. Кто раньше мясо в вине не запекал, не пугайтесь темной корочки. Это вино колирует участки, которые контактируют с теплым воздухом. Просто перемешайте мясо, и цвет разойдется. Да и не переживайте за температурный режим. При 160 градусах вы можете смело оставить мясо на несколько часов, ничего не сгорит. Если все-таки боитесь, накройте емкость для запекания крышкой. Через 15 минут после добавления грибов выключаю духовку, и блюдо можно подавать. Чаще всего на гарнир готовят картофельное пюре, но и без гарнира получается невероятно вкусная рагу. Густое, пряное и ароматное. Такое блюдо, конечно же, можно поставить на праздничный стол. А сейчас я покажу, какая нежная томленая говядина у меня получилась. Посмотрите, какая красота! Приятного вам аппетита, друзья, и с наступающими праздниками!